Сегодня у нас тема агитации в современных условиях, теория практиковых, опыт кратков. Прежде чем начать, мы должны понимать, кого мы собираемся агитировать и как агитировать, то есть по кругу мы понимаем класс, который мы будем агитировать, по возрасту и категории. Как агитировать, это должны понимать, какую конечную цель мы преследуем данной агитации. Если на первый вопрос коммунисты и мархисты могут ответить в принципе легко, кого агитировать, понятное дело рабочих, ну и широкий категория наемных работников. То тут в принципе, я думаю, большинство согласится с коммунистами. Второй вопрос уже более сложный. Как их агитировать, как их привлекать и какая наша конечная цель. Потому что ситуации бывают разные и задачи могут стоять разные. Например, ситуация может быть на месте работы, в определенном городе или в определенном районе, зависующая также от активности самих работников. Как показывает практика, вот я взял для примера недавно прошедшую запастовку работников порта. К сожалению, многие мы туда не пошли, потому что стоял вопрос, что им предложить. Это тоже немаловажный вопрос, что мы можем предложить данным работникам. Хотя, вроде бы, данная акция у них связана со сменой руководства, но по сути, если разобраться дальше, глядя так в коин, то мы понимаем, что основной вопрос для них стоял довольно-таки банально. Это сохранение рабочих мест и своей заработной платы. Но придя со своей агитацией туда, мы неформально влезаем в эти же, так сказать, политические разборки той самой буржуазной еды, которая ее устроила. Переделки собственности негласно. И это вот возникает проблема с этим. С другой стороны, не придя туда, мы не взаимодействуем с рабочими. И я считаю, это было большим нашим упущением, когда мы, к сожалению, не всходили. Мы уже задним умом все умны, к сожалению. Поэтому надо на будущее, когда происходят данные ситуации, все-таки как-то пытаться участвовать. Хотя, конечно, понятно, что мы можем засесть в болоте и предложить нам мало что в данной ситуации мы могли работникам. Предложить им профсоюз, профсоюз у них есть. Предложить коллективный договор, у них он тоже есть. Предложить повышение заработной платы, ну как бы на повышение заработной платы они не жалуются. Основной вопрос у них стоял именно, если так годоваться потом, это именно сохранение рабочих мест и текущей заработной платы, повышение шоу. Но могли бы мы помочь сохранить заработную плату и сохранить рабочие места? В принципе, могли бы попытаться, да, воздействовать, как КАИПТО бы и получил, что не исключив профсоюз, по сути заключил трехсторонний договор при участии губернатора и с новым работодателем, где обязательство сохранить их нерабочие места и зарплату. В итоге мы могли тоже таким выступить, как бы в поддержку их, да. Но выглядело бы так, что мы поддерживаем новое руководство, вступаем против. Тут я опять же говорю, что нужно разбирать ситуацию подробно, вот как в данной ситуации агитировать. Подумать, потому что мы можем часто сталкиваться с подобными ситуациями. Как вот действовать? Когда мы понимаем, что по сути весь протест идет не снизу, а навязан сверху. Ради сохранения одной части группировки буржуазной элиты собственности против другой. Что можно сказать также из практического опыта? Практический опыт показывает, что надо более эффективно использовать социальные сети. Кто бы что ни говорил, но результат их... Мы все знаем, что сейчас в социальных сетях активно лидируют Навальный, кто бы не сомневался. Он же с помощью них часто выводит людей на протесты. Это необходимо использовать. Довольно-таки эффективность себя показала на начальных этапах, даже если большим финансированием, это реклама в YouTube. То есть она показывает довольно-таки неплохо себя, но опять же вопрос к качеству данной рекламы и финансовых вложений. Хотя, с другой стороны, финансовое вложение требуется гораздо меньше, чем если бы неделю стоять и раздавать, допустим, те же листовки беспрерывно. То есть гораздо проще и меньше затраты людей. Но опять же вопрос, как лучше на YouTube этот рекламный валют сделать, как и лучше показать, как более качество предложить людям. Также хочется скептически отнестись. Некоторые товарищи высказываются за эффективность раскидывания стоок по ящикам. Я, честно, отношусь за это скептически, потому что если до выборов это еще худо-бедно, как-то можно где-то что-то еще и работать, то во время выборов и приближения к выборам листовки по ящикам вообще никак не работают, ибо работа очень слабо. Потому что в почтовых ящиках людей столько всякого, помимо обычной стандартной рекламы, там травление тараканов, вскрытие замков, там, не знаю, вывоз мусора, там грузов, еще и появляется куча политических агитаций, и люди просто начинают путаться. Самая эффективная практика, кто как бы ни говорил, мы с ребятами ходили целый месяц собирать жилые подписи. На районе целый месяц получается 3 дня в неделю, все получается, грубо говоря, 12 рабочих дней. по 3 часа в день вечера, где-то с 5 до 8 вечера. Нам удалось в общем собрать 386 подписей с телефонами людей. То есть это тоже способ агитации. Если есть телефон человека, можно в дальнейшем найти телефон, особенно если это WhatsApp, человеку что-то написать. Особенно если он поддержал какую-нибудь елую идею, там, допустим, в данной ситуации не совсем, конечно, елую, но брызгую то, чтобы там была, допустим, мы, собирая подписи, подарили Победы. Где бы стояли бюсты маршалов Победы, то есть коммунистов. Ветеранов Победы тоже. Показал очень себя эффективно в данном случае. Опять же, мы должны понимать, всегда-сегда отвечать себе на вопросы, которые я сказал в самом начале. Это, кого мы собираемся агитировать и как мы будем это агитировать. Какую конечную цель мы преследуем в этой агитации. Если мы преследуем конечную цель, допустим, на каком-то предприятии, как, допустим, в порту, конечной целью у них была просто сохранение зарплаты и рабочих мест, то это одно. Если мы преследуем тому, что мы агитируем людей на то, чтобы они вышли на стачку, это уже другое цель. Это должны понимать при агитации. Это очень важно. И опять же, подчеркнуть необходимость использования социальных сетей, как один из малозатратных и высокоэффективных инструментов. Потому что, к сожалению, федеральные каналы нам не доступны. Остается только социальные сети. Но опять же, у них есть свои тонкости, свои настройки. Сейчас многие активно пытаются продвигаться через Инстаграм, Телеграм используют эффективно. Насколько это эффективно? Ну, можно мало сказать, конечно. Но все же, какой-то процент эффективности у них есть. Пока рано говорить о окончательной эффективности. Допустим, можно, например, взять, как мы агитирули через Инстаграм на наше... Сейчас вспомню. После сентябрьских выборов на митинг за честные выборы. Получилось около десяти тысяч просмотров в Инстаграме. Это рекламные, как сказать, картинки. Но, к сожалению, из них, может быть, человека 2-4 пришло максимум. Но при этом затраты составили что-то около тысячи рублей, по-моему. Или полторы, что-то около того. То есть затраты тоже небольшие. В течение трех дней картинка крутилась максимально, показывалась. То есть минимум затрат людских ресурсов, минимум затрат финансовых ресурсов. Тут хочется подметить, что очень активно сейчас продвигается, появляется даже специально в университетах, среди политологов, отдельная специализация СММ политического продвижения. Что это значит? Тогда есть такие предметы, курсы, которые обучают политологов, политических активистов, тоже хочется стать депутатом, как продвигаться в социальных сетях. Целые курсы есть, которые этим занимаются активно. К сожалению, эти курсы для простого человека не очень доступны, потому что средняя стоимость полноценного курса 50 тысяч рублей. Но довольно-таки, если даже взять такие доступные ролики, довольно-таки интересно рассказывается. Насколько они, опять же, эффективны, тоже вызывают сомнения. Ну, авторы данных уроков рассказывают, что они прям чудесные. Ну, тоже надо относиться к ним скептически. Потому что на самом деле нужно использовать все инструменты агитационные, которые доступны. Если есть доступные социальных сетей, допустим, можно использовать их. Но при этом не надо отказываться от той же живой встречи с людьми. От того же взятия телефона контакта. Потому что иногда один телефон может быть гораздо эффективнее, чем, допустим, 100 контактов в ВКонтакте. Потому что человеку можно позвонить, он действительно может прийти, помочь. Листовки распространить у себя на предприятии, газету помочь раскидать. Это может быть не менее эффективно. Я высказал лишь кратко свои мысли для дискуссий, для того, чтобы начать небольшую дискуссию. Понимать, куда лучше двигаться и что уже использовать из своего опыта. У всех здесь плюсы еще опыт разные. И каждый может высказать, сказать, что, допустим, местовки раздавать на образы входа предприятия может гораздо эффективнее и прочее. Так как много народу выходит, можно раздать их. Я этого не отрицаю, что, возможно, это тоже эффективно. Но, опять же, мы не сможем каждый день стоять на предприятии и каждый день раздавать эти листовки. А раз в месяц, как показывает практика, блин, ну, эффект очень маленький. Потому что человек, к сожалению, обрабатывается всеми этими буржуазными СМИ, которые приходят общаться с некоторыми гражданами, которых настолько, к сожалению, голова забита порой такой кашей, что, блин, тут приходят и заявляют, что мы хотим открыть тут очередную организацию граждан СССР, чтобы все якобы пустующие, как они называются, патенты отобрать себе. Или рассовать письма, мы, типа, граждане СССР, мы провелосовали, у нас есть свои депутаты, просим официальной власти не препятствовать и покинуть свои кабинеты. Нам такие письма тоже приходили в КПРФ. То есть, как бы, бывают такие люди, что именно столько тоже помоли голову всякой вот этой разные буржуазные специально пропаганды, что они начинают верить в всякие глупости, что там Ленина чуть бы не финансировали и английские деньги, немецкие деньги ему давали, французские деньги и вообще эти, как их, орден тамплиеров и еще кого-то ему тоже давал деньги. Люди в это реально, некоторые, к сожалению, выходят здесь верят, слушаешь их, и очень удивляешься. Да, жирно-масун и эти все, все ему деньги давали, он на всех работал сразу, что отказывался. Поэтому, согласно всех денег, вот это и устроило у нас от революции, оказывается. А не потому, что у нас зрели такие политические, производственные, так сказать, ситуации возникли. А все потому, что, как вот, смотрите, вот видите, там Майдан на Украине, им всем денег дали, а не выше. А не потому, что там было не только деньги, а действительно были такие, ну, ситуационные у них ситуации. Конечно, никто не... При этом они должны понимать, что то, что произошло на Украине, это, по сути, переворот, а то, что у нас было в 18 году, в октябре, это революция. Две разных вещи, мы должны это понимать и будем объяснять. Для этого, помимо агитации, мы должны и сами быть подготовлены и иметь возможность объяснить человеку, что вот здесь вот рассказывают вам на России 24, но это все неправда, и по полочкам вам рассказать. Сражения приходят такие люди, опять же, приходят, и по полочкам расскажут. И каждый раз что-то новое узнаешь, что ты не знаешь. И к этому приходится заново читать, что это за интересный новый факт и где он его вычитал. Что там якобы какой-то, допустим, еврей американский специально там вышел с какого-то банка и специально для этого Горького давал деньги, миллионы на революцию, чтобы не замарали этот банк, якобы. Даже такие вот мифы приходят. Люди разные приходят. Но практика общения, практика агитации повышает и наш собственный опыт. Поэтому, как говорится, теории без практики ничто. И мы должны и теорию развивать нашу, тот опыт, который у нас есть, скреплять теории, дополнять, и практику тоже развивать. И следовать дальше. Ну, кратко, готов. Я все-таки считаю, как бы вот я смотрел, читал этих всех, как их назвать, магистров смс-подвижения. Они некоторые ссылаются на ВКонтакте. Но, насколько у меня опыт ВКонтакте, честно, ВКонтакте очень плохо продвигает, может быть, конечно, он так к левой агитации относится плохо, но политическую левую агитацию он очень плохо продвигает и очень тяжело. Он ее отказывает, не хочет продвигать. Ну, очень тяжело через него. YouTube без проблем опыт показывает. Instagram без проблем. Facebook без проблем. То есть, денежку заплатил, залил, они проверили, там, если нет никакой там чернухи, там, какую-то там еще, что запрещается. Они пропускают спокойно, как бы показывают вообще. И отклики есть, и реакция есть. Реакция, кстати, есть и сотрудников полиции иногда. Была реакция, когда мы с Сашей записали видео про свечку на Конституцию. Мне звонили, просили, не вздумайте прийти, мы у вас их задержим. Мы уже подготовили наряды. Мы видели вашу рекламу, имейте в виду. То есть, как бы они тоже это смотрят. Реакция есть. Это хорошо. То есть, обратная связь, какую-то бедную она есть. Вопрос просто финансовых. Потому что, либо ты можешь тысячу чуть-чуть рублей, понятно, что будет никакой, либо ты две. Но, с другой стороны, как бы затраты человека и ресурсов тоже. Когда нет много людей и нет особо финансов, что лучше выбрать? Либо пойти раздавать листовки и с людьми общаться. Либо пойти вот так вот сделать. И через YouTube делать. Ну, а если ты делаешь через YouTube, опять же, недостаток какой? Вот чистый срок. Это качество самого контекста. Надо его как-то повышать, доделывать. Это требование сейчас очень сильное у граждан. И смотреть всякую непонятную, некачественную съемку они не будут. По большей части. Слушай, ну вот хороший пример по поводу торгового порта нашего и забастовки. Вот, грубо говоря, сегодня новости выходят, у них там началась забастовка. Но, как бы, есть два варианта, да? С одной стороны, мы пишем тут же листовку, печатаем на принтере там 200 листов и режем пополам. У нас 200 листовок. Вечером мы идем, раздаем их на проходной. Мы, так сказать, есть вариант выйти на связь с работниками. А допустим, тот же YouTube. Ну, пока ты снимешь ролик, пока ты его зальешь. А даже ставя рекламу, конкретно прописывая условия для жителей Владивостока, ты же не сможешь прописать, чтобы показывать всем работникам порта. YouTube такой сервис. Нет, я Саш, по этому доказал, что каждый инструмент нужно использовать. Поэтому я добавил, что каждый инструмент нужно использовать в своей ситуации. Я не сказал, что мы не должны, как бы, говорить, возможно, какой-то инструмент должен дополняться. Как ты сказал, листовку, да. Листовку мы сделаем, вечером раздадим, придем, да, это замечательно. Можно использовать уже заранее заготовленную листовку какую-нибудь. Сделать заранее, отпечатать, чтобы там штук 200 лежало, чтобы заранее пойти это раздавать. Можно так сделать. Заготовленную универсальную листовку. Ну, конечно, понятное дело. Но, с другой стороны, мы можем прийти к ним, эту листовку раздавать, а параллельно кто-то может снимать. Ну, делали же часто так, снимали. Если есть, конечно, ресурсы на это. Понятное дело, что ресурсы они всегда хватают. Но может прийти кто-то поснимать, взять интервью у тех же рабочих, пока раздаем листовку. И на тот же YouTube выложить. Если интервью будет хорошее, качественно, и рабочий согласится, можно как рекламную его пустить, тоже как бы. А здесь агитация имеется в виду к нашему конкретно к кружку, ну или к всему левому движению вообще? Ну, я про город Владивосток. Нет, я имею в виду, что мы заманивать людей будем, чтобы они стали, ну, коммунистами и к нам пришли. Ну, к нам. Здесь я говорю, в рамках кружка. А куда они уже какую организацию они хотят запомкнуть, это уже, ну, задача данной присутствующей организации. Окей, все. Тогда я просто вот хотел бы сказать, что, на мой взгляд, вот именно YouTube на более широкую, меж интернет... Короче, в случае с YouTube, люди, огромное количество людей видят ваш канал, но из других городов, и поэтому то, что в соцсетях, на мой взгляд, нужно к левым пабликам обращаться. Ну и попросить, чтобы они вот тут написали, там, вот, допустим, кто из Владивостока и не знает, в какой кружок вступить. Вот, страничка кружка, типа, кликайте. Просто, потому что я сталкивался с такой проблемой, что огромное количество молодежи, которые там левые, ну и тому подобное, они сталкиваются с проблемой, что они уже коммунисты. Но, откуда конкретно приходите, а конкретно какой кружок, они идут по незнамям. Ну, смотри, если они уже коммунисты, то они состоят здесь, из-за той присутствующей здесь организации. Не-не, я имею ввиду про сами идеи. Ну, как они могут стать коммунистами, если они не состоят какой-то идеи? Мы же в союзе партистов обсуждали, да? Вот у них свой кружок, только для себя и никого больше. Нет, я имею ввиду, что по идее... Ну, шок на эту мозгу, они коммунисты, да? Ну, они не состоят. Ну, да, да. А то есть, по идее, вот я, допустим... Значит, они коммунисты, они просто идею пока разделяют. Нет, ну, окей, фиг с ним. Неважно... Ну, скажи, марксисты. Назвать, да, окей, вот, марксисты. Вот человек нигде не состоит, но при этом хочет отступить в кружок. Можно чергануть сообщения там, попросить... Ну, я понял, о чём ты. Самый простой пример, как делали, я знаю, наши ОКСМ, комсомольцы. Они делали самый простой пример, это... Они заградили какой-то левый паблик, находили там... Можно найти по городам. Находили человека с Владивостока, там возрастная категория определённая, и просто писали ему. Но, к сожалению, здесь, опять же, мне не нравится ВКонтакте. Почему? Потому что он ограничивает количество... Сколько ты можешь неизвестно людям написать. Одно и то же сообщение. Иначе тебя заблокируют. Да. Там есть, если они кто-то пожалуясь на определённое количество, тебя могут заблокировать на какой-то определённый момент. Я с этим сталкивался, у меня так... В инстаграмме тоже. Ну, в инстаграмме нельзя написать, в этом мне ВКонтакте не нравится, что там нельзя, блин, одно и то же сообщение, надо его постоянно как-то менять, либо переделывать, потому что там происходит блок. Ну, они вот там ходили, приглашали, и, ну, люди откликивались и к ним приходили, как бы. Они уже работают? Там они собираются? Какого-то нового Крылокова у Канцмой сплошь? Ну, собираются. Ну, как бы, я, честно, септически отношусь, я могу как бы присоединиться. Они пока не хотят... Ну, пусть будет. Они пытаются, ну, честно, я вам сказал, что, как бы, это неправильно. Вы сами себя замкнётесь в конечном итоге, и получится, как бы, ничего хорошего. Это не должно быть так. Замкаться в самом себе, как бы, это неправильно. Это, в конечном итоге, получается, в секту. И, в конечном итоге, это всё просто затухает. Наша задача, это же левых развиваться, взаимодействовать с разными структурами, с разными возможностями, а не только взаимодействовать. Как вот тоже, вот, если эти закроются в себе, Союз Марсистов, ну, тоже, к сожалению, пойти со всех, то они тоже, как бы, ну, в конечном итоге, просто вымут. Ну, а что у них за кружок? Там три человека. Ну, и что там? Один не пришёл, второй заболел, всё, кружок закончен. Ну, у корсомольцев то же самое примерно. Там, может быть, чуть побольше, там человек 5-6, может быть, там, ну, до 10 дойдёт. Но, в конечном итоге, это 5-10 человек, показывает парни, мы уже напроходились. Тоже, в конечном итоге, это сведётся в никуда. Просто системно они это делать не хотят. Я там раз в месяц, может быть, проводить. Я говорю, ну, если вы не будете системно делать, это разогнётся. Без системности это тоже никуда не проведётся. Надо это системно проводить. Я говорю, а к тому же, если вы не будете это просто там изучать, они хотят изучать там эту, НОП хотят изучать, кто-то у них там начитался. Ну, не религистическое программируемое. Постройка правильных слов, чтобы человеку правильно сказать. Я говорю, я скептически к этому отношусь, на самом деле. Я не уверен, что это вообще работает. В реальной жизни. Может быть, но это может работать только с теми людьми, у кого, не знаю, там, очень низкие там, в данном уровне ситуации, может быть, моральная самозащита, психологическая самозащита ослаблена. У сектантов же не подходят каждому, не предлагают вступить в стекло. Они подходят тем, у кого какое-то боя случилось, какая-то трагедия, кто сейчас психологически ослаблен. Они же только этих используют в основном людей. Если бы это работало, у нас бы канал «Россия-1» смотрели бы все, потому что они бы это точно сядут в руке. Я и скажу... Здесь проблема в том, что и Навальный тоже по нейролингвистическому программированию делает ролики. Поэтому здесь просто битва двух... Он выступает на молодежном языке для молодежи. Люди старшего возраста, когда это слышат, они уже все закрывают. Тут возвращаемся к нашему вопросу, как эгитировать на самом деле. Как эгитировать? Если, допустим, Навальный обращается к аудитории молодежи, то он отвечает в себя просто как эгитировать с молодежью. Естественно, не будет с молодежью разговаривать, не знаю, там... на языке... да... «Старике России-24», «Россия-1». Не будет с ними разговаривать на этом языке. Сама отрезали от себя кучу других возможностей. Да, как бы... Ну, опять же, с одной стороны, его может охватить тот, как сказать, революционный... Ну, в кавычках, конечно, у него революционный класс, который будет в анангарде. Ну, а отсекрать часть от себя. Тоже тут весь недостаток. Ну, тут, на мой взгляд, с эгитацией лучше вообще не отговорить ничего, прямо вот эти термины, я имею в виду про марксизм, то есть... как канал «Выход» есть. Человек про... ну... про... ну... пролетариата, про коммунизм практически не отговорит, ну, этого, в роликах. И... ну, это действует. То есть, когда человек слышит слово «Марксизм», то он всё... «Ау, господи! Шайтан, труба!» и всё, и перестаёт смотреть это. А когда ты, не отговоря всякого вот этих вот страшных для них слов, ты поясняешь эти же самые идеи, то, в конце концов, он обдумает, и уже в нужный момент, как мне кажется, будет за нас. Тут вопрос, не говорить это неправильно, я считаю. Тут правильнее бы сказать, что более, может, простым, современным языком это объяснять, чтобы людей не пугать, если ты на то пошёл, если ты имеешь в виду. Как-то более простым, современным языком это объяснять. не терминами сто лет не давности. Потому что мы должны понимать всё-таки, что, что было сто лет назад, не совсем вот эти... лозунги не совсем до конца актуальны сейчас. Тем же земля крестьянам. Ну, мы сейчас понимаем, что крестьянам там, конечно, земля нужна, кто там остался, если они там вообще остались. Особенно они все сейчас наёмные работники, либо мелкие фермеры. Ну, не стоит этого просто так остро, допустим. Ну да. То есть, понимать нужно, что то, что было сто лет назад, не все лозунги можно применить к сегодняшнему дню. Не все будут они эффективны. И просто надо, опять же говорить, понимать, с какого уровня ты работаешь. Если ты работаешь с одной, значит, надо на языке работать. Попадёшь, допустим, в СИЗО, будешь на языке на два сезона сговорить. Кстати, это очень важное упущение. Мы каждый раз говорим, каждый раз пинали большевиков за это, что у них там, типа, крестьянской программы не было. А мы, в принципе, то же самое. Мы выпускаем этот момент для агитации. У нас есть деревни, они вымирает, людей там, ну, люди там все равно есть, и они там работают. Вопрос аграрный, как там, у нас вообще не проработали. Надо им заниматься. Ну, а вы что-то решает? Да. Ну, кушать, пожалуйста, сейчас. Вот сейчас за санкции ведут, китайец пристанет там продовольца завозить, и все. Это будет очень важный вопрос. Но это, с одной стороны, да. И будет, как в том, они говорили про Сталина. Давай любой, сплеши мне, а я тебе, может быть, тогда хлебушка дам. Кто-то там, верховный правительный хер с тобой. Хлеб Тунь. Ну, да. Это я вот сейчас вспомню, смотрел вчера, там, случайно наткнулся, такой блогер есть, случайно наткнулся, Дед Ахимед. У него есть там лимонистическая песня про увольнение. И вот, боиста Маша не нужна уже в городе. И дергает редиску. Вот там, что-то пиар-менеджер Марина доит к голову. Ха-ха-ха-ха-ха. Да, ну пас. Ну, как-то так. Я не помню уже на текст, вчера вечером смотрел его. Посмотрите, где-то Архимед блогер. Там вот у него есть как раз в тему дверь. Можно рассказать. На сегодня как раз же доклад должен был быть по поводу народовольцев. Они-то шли в деревню. Прежде всего. Вообщем. Ну, они шли, да. Но они шли, но, к сожалению, они не могли, насколько я вот читал, может быть, я не совсем правильно понимаю, что не углубился только. Я так понимаю, что они не до конца понимали, что, конечно, в итоге хотят эти крестьяне. Может быть, до конца. И не могли на их языке с ними разговаривать. Но все-таки они шли, пытались работать, доносить какую-то мысль, но были у них, к сожалению, не было такого теоретического базиса понимания, что им конкретно делать с этими крестьянами. Кстати, к слову про агитацию. Хотелось бы сказать, что, в принципе, 90% всех агитаторов они упускают на такую профессию, как полицейские. В плане того, что у меня есть друг, он в полиции работает, и он рассказывает, что там оппозиционное настроение тоже есть, и они сильны. в плане того, что если бы, ну, в качестве примера, проходит митинг у Навального, где там орут мусора, позор России, а мы бы вышли, ну, и не с противоположной повесткой, но скорее с повесткой, которая бы оказывала, что для нас, ну, сотрудники правоохранительных органов, они тоже люди и тому подобные. Просто потому что огромные... Ты переходите к нам на сало, горилка. Я вот, к примеру, выйти с лозунгом повышения зарплаты полиции, ну, допустим, вот к... Я думаю, такой митинг никто не соберёт. А полиции нельзя в нем участвовать. Да, они могут по закону участвовать. Так же, какие, допустим, вот есть ограничения, все, кто работают, связанные с оружием, у них у всех ограничения, потому что они не могут участвовать в таких акциях. При исполнении там это... Там даже, если ты не при исполнении. Там даже у инкассатора, по-моему, есть такие ограничения по закону, если ты инкассатора не можешь участвовать. Если ты работаешь охранником с лицензией, ты не можешь участвовать в таком, у тебя ограничения по закону. Особенно, если ты с оружием там сразу, тебе поучаствовешь, тебе сразу проблемы на выдачу оружия появятся, через год поменять. То есть, как бы, нет, полиция, да, действительно, не настроена, тут далеко за примеры не надо ходить, вот когда было эти голосования за поправки в Конституцию, в кавычках, конечно, голосования, на одном из участков сидел член нашего КПРФ с решающим голосом, он прекрасно видел пример живой, он прямо отвечал за эти урны, и там компьютеры стояли, не помню уже, он прекрасно видел, как голосовали, там два живых примера у него, к этому участку приписали, то ли СОБР, то ли ОМОН, не помню, они пришли все, так как положено своим взводом, и проголосовали против, он видел это, стояли против, прям не стесняясь, они стояли против, и в этом же участке приписаны работницы детского сада, воспитанницы, они пришли и все проголосовали за. То есть, как бы, говорили о том, что, как бы, это, они, они все прекрасно видят и понимают, и вопрос, с ними надо работать, но, опять же, где гарантия, что, блин, этот сотрудник флорист не окажется засланным казачком, как с полет назад, это же никто не менял, эту технологию, работу никто не менял, они, я говорю, если уж YouTube они увидели, им показалось очень опасно, что кто-то будет со встречкой, с Конституцией поставить, уже звонили, и на это предупреждали, а что там говорить, если там какой-то, это, сделаешь, как бы, они все следят, видят приказы, все социальные сети, левые, может быть, отдельных людей они не отслеживают постоянно, но вот все наши левые, они наверняка отслеживают. Я уже не говорю по Ватсап, Ватсап они уж тем более не отчитают. А Телеграм даже, Телеграм, не знаю, читают, нет, но... У нас, по-моему, есть более показательный случай, когда очередной запрет на ввод с японских иномарок, и когда наши менты сидели в сторонке, а прислали московский СОМ. Ну, а что, в Хабасске то же самое, сейчас они же тоже присылали? В Хабасске, да, присылают москвичей, потому что на местных особо надежды нет. Ну, и тут вопрос, то, что москвичи не смогут сразу на 20 городов разойтись. Ну, я слышал, в Москве там, в этом плане, с полицейскими, там, им отдельные... Они уже реноваться идут, новые кварталы строят. Там много кварталы именно под полицейских выстраивают, и жилье им там дают. Так сказать, повышенной комфортностью, чтобы они не сильно оппозиционные были, как у вас. Ну, это и в поздние советские годы были, я сталкивался с этим. Знаю, целые дома, где там чисто сотрудники полиции уже выдавались. В поздние советские годы, не знаю, бывали раньше, но в поздние, я знаю... Нет, там планово выдавалось, видишь, там планово выдавалось. И там живут одни сотрудники полиции. Я знаю, такие дома, как бы... Это есть, а это именно для того, чтобы, так сказать, полицейских... Квартал полиции, здесь они полицейские, никто не помнит. Я знаю, что вот именно чисто отдельные дома есть, в советское позднее время... Да, не все так дома. Вон у меня дом, там одни комсомольцы жили. Да, было это как бы планово. Они, правда, все там пенсионеры, но одни комсомольцы, все соседи у меня, они комсомольцы. Ну, кстати, вопрос, да, вот, я сказал, упомянул об активности самих рабочих. Вот, тут пример вспоминается, как мы вот ездили на русский остров, где, вроде бы, они активно протестовали за бастовку, да, там, обидели. Но, к сожалению, как только им поманили, сказали, что можно все заплатить, тут же у них все слилось. И, в конечном итоге, как только у них всех фактов позаканчивались, их всех отправили, и так и не заплатили ничего толпы. И общался с человеком оттуда, так и не заплатили им до конца, как положено. Всем пока. Продолжение следует...